Мы живем, к сожалению, в эпоху эпидемии еще и перекусов. У многих людей вот просто не закрывается рот в течение дня. Когда я спрашиваю, что ты ешь, да я вообще, доктор, особо не ем. Когда начинаешь просить дневник питания, то там просто громадное количество еды. У меня вот был пример, когда мама привела свою дочку, ей было 17 лет, был поставлен диагноз ожирения второй степени, это немаленький вес у девочки. Но при этом мама не могла понять, что вообще происходит. Ее привели ко мне как к эндокринологу. Доктор, разберитесь с гормонами, ребенок ничего не ест, пухнет на глазах, не завтракает, не обедает, не ужинает. А потом оказалось, что девочка съедает 3 килограмма конфит, 3, Наташа. О, боже. Конечно, есть не захочется. В день? В день, да. Сильно, а девочка. Да, так вот, естественно, ей не хочется завтракать, обедать и ужинать. И у родителей возникает такое ощущение, что бедно-детейно ничего не есть. Второй пример у меня был тоже, я его часто цитирую, сейчас эта пациентка стала моей подругой. У нее был по расписанию ужин в 8 часов вечера. Ну, вполне такое гуманное время. Успевала прийти с работы, приготовить, нормально поесть. А потом у нее начинался какой-то хаос. Ей нужно обязательно было поесть. И потом и в 9, и в 10, и в 11. Я говорю, Алина, ну вот ты голодная? Ну, по какой причине вот эта вот вся еда до отхода ко сну? Вот, ой, знаете, Наталья Александровна, просто мы не скучно уроте. Так вот это вопрос скучно уроте, это не к еде, это к другим источникам удовольствия. Я не знаю, ну, займитесь там вязанием крючком, посмотрите комедию, постойте в планке, сходите на свидание. Ну, то есть какие-то другие удовольствия в мире же существуют, кроме еды.